Сегодня во Дворце Республики начнет работу Всебелорусское народное собрание. Делегаты от Бобруйска выехали в столицу. Участие примут 1162 представителя со всех регионов Белоруссии. Каждый уже сформировал свои предложения – от национальной безопасности и экономической стратегии до социальной политики. В Бобруйске состоялось первое заседание молодежного парламента 5-го созыва. Избрали 64 представителя учащейся работающей молодежи, учреждений образования, предприятий города, общественных организаций. Кандидаты представили агитационные программы, озвучили идеи, реализация которых сделает любимый город краше и лучше. Министерством труда и социальной защиты Беларуси совместно с Фондом ООН в рамках реализации национальной стратегии «Активное долголетие-2030» запущен видеокурс по профилактике деменции. Он состоит из 10 занятий по 45 минут и направлен на поддержание памяти, мышления, мозговой активности с элементами нейрогимнастики. Массовый велопробег, посвященный Дню труда, состоится в Бобруйске 1 мая. Приглашаются все желающие. Жители города на своих железных конях стартуют от братской могилы на улице Еловики и финишируют вблизи Бобруйской арены. Начало запланировано на 11 утра. К слову, в прошлом году участие приняли более 5000 человек. Май порадует белорусов дополнительными днями релакса. Длинные выходные в стране стартуют с 11 по 14 число. Также отвлечься от работы жители Синёка смогут 1 и 9 в День труда и победы. Понедельник 13 переносится на субботу 18. К слову, в 2024 все государственные праздники, кроме Рождества, выпадают на будни.